Шалом, шалом. Краткое содержание первых серий. Мы начали заниматься темой тфила, шмуна эсре. В книге Зоор ее называют тфилат амида, потому что во время этой молитвы мы стоим. Слово тфила, на еврейском языке тфила, можно объяснить как какая-то чудесная связь с Творцом. Что такое тфила? Мы говорим по-русски молитва, мы умоляем, но мы не просто умоляем, когда мы стоим перед ним. Мы же учили, мы сначала к нему обращаемся, мы его восхваляем, потом мы просим кое-что для всех нас, потом мы прощаемся, желаем всего хорошего, говорим шалом. Кстати, еврейские шалом говорят и при встрече, и когда расстаются. Встречаемся, шалом. Когда уходим, тоже шалом. Поэтому в конце молитвы мы говорим тоже шалом. Так вот, слово тфила, на еврейском языке, мы скажем, это чудесная связь с Творцом. Что я так говорю? Потому что там есть буквы корневые, пэй ламет, как буквы в слове пэлле. Пэлле это какое-то такое чудо, даже больше, чем нэс. И на самом деле связь с Творцом, она непонятная. То есть как мы вообще можем говорить с Творцом? Трудно это понять. Трудно это понять, поэтому это пэлле. А как для этого достичь? Для этого нужно себя немножко как бы принизить. Мы тоже это говорили. И тоже на это есть намек в словах тфила. Пэй ламет, корень нафаль. Нафаль, как будто немножко как бы упасть. Да, спуститься со своего эго. И тогда у нас появится шанс немножко как бы приблизиться кашоми, чтобы он к нам тоже приблизился. Это тфила. Чтобы вытянуть контакт, мы просим у Ашема, чтобы он нам раскрыл наши уста. Нужно это просить, потому что иначе мы будем говорить на автомате непроизвольно то, что мы услышали где-то там по радио, в лучшем случае. Это мы будем говорить и напевать. Чтобы говорить другие вещи какие-то, нужно об этом просить Ашема. Рамбан, он объясняет интересную вещь. Он говорит, что вот это вот Ашем, сфатай, тифтах, это не просто просьба открыть нам рот. Слово сафа, наиверите, еще есть другое значение. Допустим, есть река, и у реки есть берега, или море, берег моря. Это называется тоже сафа. Сафа. И мы просим, сфатай, тифтах. То есть как бы расширь наш кругозор, наши берега. Имеется в виду, мы просим Ашема сделать так, чтобы мы были способны немножко раскрыться и понять себя хотя бы как-то, на какой-то степени. Чтобы мы освободились от нашей ограниченности. И тогда мы сможем воздать ему хвалу подобающим образом, чтобы мы немножко поняли, насколько Ашем велик. Так объясняет Рамбан сфатай, тифтах. Да, расширь наш кругозор, горизонты, как вам угодно. Это объяснение Рамбана. Итак, в прошлый раз мы начали вместе с нашими праотцами, Авраам, Цикак, Яков, обращаться в молитве к Творцу. Мы говорим в начале молитвы Элюкейну, 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 Элюкейну. Правильно? Помните, в прошлый урок? Элюкейну, Элюкейна, Элюкейна, Элюкейна. Почему Элюкейну? Наш Творец, наш Бог, мы на себя принимаем союз с Ним. Но этого недостаточно, потому что иногда, по нашей ограниченности, мы не совсем понимаем, что Ашем от нас хочет, и почему Он этого хочет. Иногда даже появляются у нас какие-то сомнения, забираются к нам в сердце. А вдруг Ашем меня не слышит? А вдруг Ашем вообще хас вошелом несправедлив? И почему Он так делает? Разные такие сомнения. Поэтому мы сразу говорим о Элюкейне, Элюкейна, наши праотцы, которые были больше нас, и у них было намного больше, чем у нас, несъемных испытаний. И они нам передали эту связь с Ашемом, и наверняка они не ошибались. Поэтому, чтобы немножко усилиться в вере, мы напоминаем Элюкейна и Схутавод, тоже называется Схутавод, тоже за нас стоит время молитвы. Мы начали с Брахи, которая принадлежит Аврааму Вину. Он как бы ее автор. И благодаря ему мы ее говорим. Написано в книге Берешит, Перектитвав, Ашем говорит Аврааму, там была история Бенаптарим, Брид Бенаптарим, и там Ашем говорит Аврааму, Аль-тира Аврагам, Анухи Маген Лиха. Не бойся Авраам, Анухи Маген. Я защищаю тебя. И поэтому мы говорим Маген Аврагам. Это так заканчивается Браха. Маген Аврагам. Хедуши Арим, это первый Адмор из Гур, он объясняет так, этот Амаген Аврагам, это выражение, он говорит, что в каждом еврее, даже ввере, который далек от Торы, и он в евре не верующий, у него все равно внутри есть искорка Авраама Вину. Это переходит с поколения в поколение. У каждого есть здесь искорка. И Маген Аврагам имеется в виду, что это обещание Аврааму, что Ашем будет всегда, в каждом поколении, хранить эту искорку. еще мы говорили, что Авраам делал много-много хесед, практически безграничное, всем он делал добро, а хесед такой был человек по натуре, так он думал, что нужно себя вести, потому что Ашем тоже делает хесед. Но Ашем говорит, хесед это хорошо, нужно щит, для хеседа нужно щит. Почему? Чтобы хесед не попал в плохие места, как бы в плохие руки, то есть там, где есть Рашфаим, делать им хесед нет. Там нужно себя ограничить. И поэтому пришел в мир Ицхак. Ицхак это гвура. Гвура это ограничение. То есть безграничное хесед, добро это тоже не всегда хорошо, это ярко, можно заметить на примере воспитания детей. Если детям все давать постоянно, из этого ничего хорошего не получится, нужно знать, когда сказать нет, когда ограничить. Поэтому хесед должен быть в каких-то рамках. Поэтому пришел после этого Ицхака Вину, который гвура. И это наша вторая браха. Вторая браха. Она относится к Ицхака Вину. Есть махлокит спор, кто эту браху, как бы, сказал, сочинил. Или Авраам, или Ицхак. В чем дело? Дело в том, что Авраам принес Ицхака в жертву. Прямо положил его уже на избеях. Это одних обоих требовало гвура. Можно сказать, поэтому Ашем сделал Аврааму такой урок, чтобы немножко проверить его. Или он просто такой добренький, 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 делает добро, или же, когда надо, он способен все-таки взять своего сына на мизбеях. То есть, есть в нем качество гвуры тоже в раме. Это был такой урок для Авраама. И когда Ицхак спустился с мизбеяха, махлокит спор, сказал эту браху про гвурат Ашем, или сам Ицхак, или Авраам. Так или иначе, эта браха, она связана с Ицхак, Ицхаковину. Эта браха называется гвурот. Гвура, гвурот. Судя по этому названию, могущество написано, мы все думали, могущество, гвурот, могущество, могущество. Судя по названию, чего мы ожидаем от этой брахи? Что сейчас мы будем воскликать Ашема, насколько он могучий. Что он может делать? Он может взять кирпич, и его буквально так в песок, или даже вот целую гору, может остановить целый паровоз на ходу. Могучий, могучий, побеждает во всех войнах, все армии. Это то, что могучий. Да, такой богатырь, батыр, герой. Теперь давайте почитаем эту браху, и посмотрим, что значит могущество Ашема в этой брахе. Давайте посмотрим на первые слова этой брахи. Гвурот, называется гвурот, могущество. Мы говорим так, Ата гибор лаулем. Ата гибор лаулем. Кто это? Ата? Дальше написано имя Ашема. Это мы уже встречали. Мы встречали это имя, когда мы только начали разбирать шмунайс, это было как бы перед самой молитвой мы сказали посылки из Никиты Элим. Адунай сфатайте втах уфиагите ла тэйха. Там было это имя Ашема. Самое первое, самое первое слово. Адунай сфатайте втах уфиагите ла тэйха. Это имя, которое показывает нам могущество Ашема, которое может изменять природу. И поэтому не случайно, что именно это имя, оно попало также в эту браху про гвурот. Итак, мы говорим Ашема так гибор лаулем. Это значит гибор лаулем. Лаулем это навсегда, постоянно, навсегда. В этом отличие Ашема от людей. В Средиземе тоже есть могучие люди, есть герои, но любой человек, он после тяжелого сражения, например, после тяжелой работы, он устает. Любой человек может состариться и стариться. У Ашема нет такого понятия устал, состарился. Он гибор лаулем. И дальше написано Михае Метим. Михае Метим. Уже интересно. С того же становится интересно. То есть этот могучий богатырь, вместо того, что мы привыкли, что герои, богатыри сильные, они обычно на войне герои, они могут убивать. Тут наоборот. Этот храбец, Ашем такой храбрый, но он, вместо того, чтобы убивать, он наоборот, он Михае Аметим. Он оживляет мертвых. Интересно. Он оживляет мертвых. Михае Метимата. Рав леушия. Рав леушия. Слово леушия мы уже знаем. Это спасать. Тут переводится как Рав леушия, великий избавитель. То есть имеется в виду, что Рав, это слово арбе. То есть Ашем, он очень часто делает ишвод. Это вещи связаны. Михае Метимата, Рав леушия. Михае Метим это не всегда имеется дословно был труп, Ашем его оживил. Тут в это вложено много разных смыслов Михае Метим. Скоро мы это еще больше увидим. Только скажем так, для начала такую вещь, что иногда человек чувствует себя, как будто он не то, что он мертвец, но лучше бы умереть, чем жить. Вот разные такие ситуации. Кого-то там Жанна настолько достала, что он уже все, он уже не может, он уже уходит из дома, ему уже жизнь не мила. Такая может быть ситуация. И Ашем он спасает. Вдруг Ашем что-то жена меняется и вдруг все становится хорошо. Ну, временно. Потом снова повторяется. Ашем снова помогает. Поэтому это Рав леушия. У кого-то такие огромные долги, что он уже не может. Его уже там посадили в долговую яму, как раньше делали. Он бы лучше же умерел. Другой сидит в тюрьме. Куча-куча разных проблем, когда человек чувствует, что жизнь ему уже не мила, но Ашем помогает. Это жди, они оживляют мир. Они дают жизнь. Это подобно оживлению мертвых. Когда мы говорили Рав леушия, да, Михаэм и Тим это Рав леушия, написано, что, допустим, человек, у которого нету детей, он как будто как мертвец. Так написано. Так вот. Ему настолько трудно. И вдруг через 10-15 лет ему появляется ребенок. Снова. Это как Михаэм и Тим. Ашем послал ему Ишуа. Или человек больной при смерти, больной, больной. Вдруг он выздоравливает. Это опять Рав леушия. Так дождь это он тоже оживляет мир. Есть засуха. Уже все близко к смерти. И вдруг идет дождь долгожданный и мир оживает. Поэтому тут упомянут дождь. А почему мы говорим про Таль. Видите, написано справа Бэкаец. Бэкаец, Бэкаец. Летом мы говорим Морида Таль. Морида Таль. Ну, летом в Израиле нет дождя. Но есть роса. Таль это роса. Ашем как бы спускает росу. Ну, ясно, что если нет дождя, то нужна какая-то вода, то есть роса. Но кроме этого сказано, что в будущем мертвецы живут именно благодаря росе. Будет такая особенная роса, которая оживит мертвецов. И вообще Хазаль видели в дожде они видели мощь и силу Ашема. Как бы надо просто это как бы осознать, то есть огромные облака, они несут себе там тонн, десятки тонн воды. Потом эта вода, она спускается на землю капельками, миллион капелек, и эти капельки они не касаются друг друга. Стощие чудеса. Что такое можно сделать? Только Ашем Гибор только он может это сделать, послать такой чудесный дождь в наш мир. Причем дождь идет не во всех местах, там где надо он идет, там где надо он не идет. Много-много-много чудес происходит с дождем. Итак, пока что мы видим, что все могущество Ашема оно выражается в добрых деяниях, оно направлено на добрые деяния. Пока он этот герой, этот Батыр, он никого не зарезал, никого не убил, а наоборот он дает жизнь, да, дождь это жизнь, даже оживляет мертвых. Давайте дальше посмотрим. Дальше строчка, вторая большая строчка написана Михалькель Хаим Бехесед Михалькель Михалькель Хаим Бехесед Ну, слово Калкаля мы знаем это дает припитание Михалькель Хаим Бехесед питающий мир то есть жизнь под обороте своей Хаим это жизнь или живые существа разные объяснения Михалькель Хаим Бехесед может у него может у него этого человека может у него скутовод то что мы говорили до этого даже без скутовод все равно Ахшем Рахману всем дает припитание кому больше кому меньше все у всех могут дать припитание Михалькель Хаим Бехесед опять наш Гебор Ахшем Гебор он делает Хесед в этом заключается на самом деле его сила и мужество и героизм именно в том что он всем помогает даже кому не положено и не наказывает в этом на самом деле его могущество в котором мы это еще более ярко увидим и дальше Михае Метим Барахамим снова Михае Метим Барахамим Рабим оживляет мертвых Барахамим Рабим Михае Метим Барахамим Рабим Рахамим опять милость по своей великой милосердию великую милосердию Михае Хаим Метим Барахамим Ритба объясняет так Михае Метим Барахамим это воспаление направлено не только на мертвых а также на людей которые они уже как бы должны умереть старые больные то есть ему уже сто лет явно что он уже близок к смерти но Ашем его поддерживает по милости своей он не дает ему умереть он предлевает ему дни это направлено Михае Метим Барахамим и поэтому сразу после этого сказано Сумех Нофлим Сумех Нофлим поддерживает падущих это связано Михае Метим Барахамим Рабим Весумех Нофлим Опять-таки Михае Метим это не только человек который больной и ему дается жизнь Знаете я знаю очень много людей Бахурим Весшивот например которые про себя говорят прямо вот говорят от всего сердца что это Бараха про них они говорят так что если бы я не пришел в Ишиву уверен на сто процентов я был бы трупом или лежащим или ходящим трупом но у меня бы не было жизни вот я пришел в Ишиву и это Ишива за счет Ишива я вообще получил жизнь я спасся много таких людей есть само собой не только Бахурим касается девушек которые как бы приходят в место где их спасают и на самом деле в наше время Ишива считается как Миклат Ир Миклат помните Ир Миклат когда люди скрываются чтобы их не убили убегают Ир Миклат такое убежище в наше время Ишива это как Ир Миклат от ненормальной жизни Ишива она Тор это Ишива это учение Торы это дает человеку жизнь оживляет человека и сумех нофлим дадим еще два объяснения что такое сумех нофлим что такое сумех нофлим первое представим себе людей которые забрались на башню например пизанскую башню не знаю если меня видно сейчас на экране что я сейчас залезу на башню люди забрались на башню сядут на башню рвари видно как я сижу на башне на экране или видно или текст я сижу на башне и там и вдруг башня допустим башня пизанская и вдруг она она такая кривая и вдруг она начинает падать падает падает люди в ужасе и тут прибегает какой-то сильный такой великан и остановится под башню подпирает башню и держит ее и все спускаются такой человек герой геройский поступок сделал спас много людей так вот наш мир в котором мы живем это мир очень шаткий еще более шаткий чем башня это писанская часто что-то рушится часто катастрофы и Ашем постоянно этот мир поддерживает буквально держит на себе мир поддерживает мир это называется Сомех Нуфлим люди бы упали давно уже но Ашем поддерживает этот мир Гибор он всех поддерживает весь мир поддерживает называется Сомех Нуфлим и то есть поддерживает разных вид угроз этого мира второе объяснение в духовных сферах также человек может упасть есть такое понятие Яцарара у Яцарара есть очень сильная сила притяжения другое начало оно все притягивает как магнит очень мощный магнит тянет все людей нужно быть астронавтом чтобы не подаваться этой силе Яцарара но есть очень мало астронавтов один на несколько десятков миллионов а Садиким Гумурим который не подавится Яцарара их еще меньше обычный человек поддан силе притяжения Яцарара и люди падают но Ашем он Сумех Нуфлим он поддерживает написано Шевый поля Садик Векан он поддерживает дает людям возможность встать чтобы не упасть перед Яцарара это еще одно объяснение как Ашем Монгиборум помогает людям в этой жизни Сумех Нуфлим что написано дальше после Сумех Нуфлим дальше написано Веруфе Холим Руфе Холим излечивает больных Руфе как врач он дает возможность врачам лечить и исцелять есть такой послук в Тегилим Шевати элеха ватирпаэни то есть я кричу к тебе вызываю к тебе Ашем и ты меня лечишь Шевати элеха ватирпаэни Раша объясняет как работает это Руфуа он говорит Руфуа это слихат авон то есть человек что-то не грешил заболел это ему такой знак человек болеет это знак тогда человек делает чува просит слиха Ашем упрощает и человек выздоравливает так Раша объясняет как работает Руфуа то есть исцеление это прощение греха это опять-таки это касается и болезней физических и духовных и их вместе обычно это вещи идут вместе духовные физические болезни они обычно идут вместе это Руфе Холим что еще выражается сила Ашема уматир ассурим матир ассурим матир ассурим то есть человек который ассур он как бы он закован закован что-то Ашем его оттуда отпускает матир ассурим ашла акадошка он объясняет так что такое матир ассурим что матир ассурим мегалут то есть когда человек вызволяет евреев из галута это называется матир ассурим этот комментарий должен быть особо близок к выходцам из из СССР СССР то что люди там буквально сидели как в тюрьме и не могли выйти в конце концов стало возможно оттуда как бы выбраться и соблюдать тору это Ашем матир ассурим матир ассурим и так бы сказать руфе холим уматир ассурим эти слова они нам напоминают на самом деле беркут ассурим помните беркут ассурим наш первый урок второй урок наши первые уроки мы там говорили беркут ассахар и там это уже было помните там было матир ассурим да там сомех сомех нуфлим были такие такие выражения вопрос почему мы в байдабрахе не упоминаем еще другие вещи из беркут ассахар например там было мальбиш арумим который одевает тех у кого нечего одеть мальбиш арумим или покех еврим дает зрение незрячим беркут ассахар здесь не упоминает это тоже большая сила этот вопрос спрашивает мрама равборух миротенбург там он приводит этот вопрос и приводит ответ он говорит так что в нашей брахе в этой которую мы учим тут упоминается вещь которые напрямую связаны с тхятамитим тхятамитим это вещь которая больше всего выражает силу ашема поэтому руфеху лим это похоже очень сильно на Михаея митим сумехнуф лим тоже похоже очень сильно на Михаея митим как мы объяснили но на самом деле на самом деле мы можем видеть в этой брахе наш также намек и на малбиша румим и на пукеях еврим давайте посчитаем сколько раз в этой брахе мы упоминаем Михаея митим вот в конце написано матира сурим умикаем имунато личный афар видите в самые последние слова умикаем имунасой личный афар это тоже связано с Михаея митим все такое Михае имунасой личный афар он сдерживает свое обещание имуна это как афтаха спящим в земле спящим в парахе то есть опять-таки это мертвецы и Ашем осуществляет свое обещание что в будущем он их оживит то есть если вы посчитаете сколько раз мы упомянулись с Михаеем и Митим дальше будет еще то будет раз пять минимум да и эти пять раз говорит так объясняет сын Гаон Мивильна раб Аврам сын Гаон Мивильна он объясняет так что есть четыре виды людей которые похожи на мертвецов четыре вида людей это бедняк бедный это бездетный слепой и больной и плюс четыре было четыре плюс добавим еще настоящего мертвого мертвеца это пять получается пять видов как бы мертвецов и мы видим что есть намек в брахе на все эти пять видов и бедняк тот у кого нечего одеть да и слепой тут есть пухе и хеврим то есть да упомянуто взять это вот то что мы упоминали виркот ашахар теперь что касается воскрешения мертвых Михаим и Тим и то что мы сказали Микаем ему на 100 личный афар ну было немало случаев в истории когда люди оживляли мертвецов в Танахе есть много и после Танаха и были случаи Ильяунови известно он оживлял Илиша он оживил Бенашунамид и Хескель оживил много мертвецов там были кости известных Хазон Хескель оживил много костей мертвецов Рабиханлина Бархама Рабихана он оживил Рабихана Рабихана есть история Магила когда было Миште на Пуриум напились там сказано что Раба Варнахмани он зарезал Рабихана потом его оживил есть еще но на самом деле это не люди оживляли люди оживляли мертвецов потому что Ашем им дал такую возможность поэтому Ашем он Михаим на самом деле а не люди не человек который сам может по своей воле оживить оживить мертвых этого не хочет вообще эта тема отшивление мертвецов это тема очень сложная для современного человека да то есть как так ну о чем человек уже умер тем более там уже одни кости остались но как можно его оживить непонятно как бы книги Эхискель что мы упомянули в рекламе Дзайн там как бы демонстрируется там есть конкретная история реальная как Эхискель оживил мертвых есть спор есть спор на самом деле Эхискель он видел пророчество как он оживил мертвых да такой сценарий как он в будущем оживил мертвых это было только пророчество или это произошло на самом деле те кто говорят что это произошло на самом деле там приводятся люди да что они говорили про себя были люди которые сказали про себя что я из тех которых оживил Эхискель были такие люди так или иначе мы видим что для Ашема оживить мертвых это не проблема да то есть конкретные реальные проблемы не существует в этом вопрос что мы должны просто удостоиться этого дойти до такой степени чтобы было восхищение мертвых есть мнение что в будущем не все мертвецы встанут то есть может быть так как что душа человека она да удостоится рая но тело оно не удостоится как-то может быть если человек например тору соблюдает но как бы он такой ленивый да то есть он поздно приходит на молитву или если вообще приходит и как бы он запретов не делает но он обжирается то есть как бы тело его совершенно не послушается непослушное тело так вот такое тело оно не удостоится тхияты митим объясняет рамбам что-то называется такое понятие навальбер штотура то есть человек как бы живет по торе но он как бы такой живет как как какой-то подлец наглец когда вот такие люди как бы есть такое мнение что они недостойцы тхияты митим давайте продолжим вернемся к нашей брахе дальше продолжение такое миха муха бальгву ройс умми доме лах мелех намису михае умми смех ишуа опять мы высказываем ашема миха муха нет таких больше героев как ты таких силачей которые неустанно поддерживают всех мелеха тамелех мидумелеха кто тебе похож это вопрос литерический то есть никто не похож мелех мимису михае мацмех ишуа видите милих мимису михае не просто умирзляет если надо а сразу же михае то есть умирзляет для того чтобы оживить интересно надо понять что же не просто умирзляет а только для того чтобы в будущем оживить то есть это все понятие чтобы какой-то текун какое-то исправление как известно что смирить она мета михаперет, вещь, которую человек нагрешил, только смерть может его очистить. И потом он оживет снова. Из всего этого мы видим явно, что Ашем он такой гибор, который постоянно, неустанно, несмотря на что, терпит нас. Он очень такой терпеливый. И поэтому гвура, настоящая гвура, она выражается в терпимости. Не то, что такой, наоборот, человек такой резкий, а наоборот, человек терпимый. Он на самом деле гибор, как сказано, мило, гибор, как вы шите циро. Интересно, что мертва живет, тоже нужно терпение. Как это говорится, как-то есть такое выражение, как мертвому припарки. Что-то такое. Бесполезно, как бы. Да, нет, Ашема даже с терпением это мертвых оживлять. Зато как он терпеливый. Получается такое сравнение, что знаете, когда, допустим, ребенок идет к зубному врачу, он терпеливо сидит, он терпит все боли, то, что ему причиняют, даже не плачет. Он гибор, настоящий гибор. Потом он выходит из врача, ему говорю, ой, эй загибората, эй загибората. Почему он гибор? потому что он терпел он сидел было очень больно данным было у зубного врача очень больно и ребенок терпит терпит эту боль он выходит из-за ги борота из-за ги борта ашем он гибор то плане что он терпит нас несмотря ни на что скажем еще одну вещь есть вещи которые мордил только ашем мы сказали оживлять мертвых рассказы что парнаса тоже этот ашима есть такое слово мафтеах мафтех это ключ то есть есть вещи ключи от которых находится только вашем а и в слове мафтех есть на это намек мафтех мем пей тав хет мафтех мем это мотор дождь на ключ от дождя только вашем а матар тэй парнаса до парнаса тоже от ашема тав тхиат митим хэй тата хайя хайя так называется роженицу женщина которая рожает дает жизнь в этот момент ашем тоже у него есть ключи он решает он там балабает он целит за родами поэтому лейда роды это как льяд да льяд хэй льяд ашем лейда это льяд ашем так мы сказали миха моха баал гворойс у миду мелах мэлэх мэлэх мэмису мэхайе у мацмиах ешуа мацмиах ешуа видите получается что как бы смерть это не конец а смерть это своего рода начало потому что мэмит у мэхайе и оживляет у мацмиах ешуа это тоже связано с понятием что смерть это начало все образом мацмиах ешуа и последние строчки ну когда ассерт имеет чува после шашана там будет другое окончание мы это пропустим хотя смысл его опять-таки миха моха а варах амин зухер и цураб лиха им барах амин опять-таки подчеркивается что ашем он хотя он гибор мы находится мы находимся в барахе гворот мы говорим что ашем он а варах амин его гворот заключается то что он а варах амин милосердный отец и он зухер и цураб он помнит своих творений да и дарует им жизнь лиха им лиха им зуха им и опять слова барах амин и последние строчки мы говорим ванима наталья ахиос миссим снова тхиаса миссим баруха таашем михае амисим вот такая бараха это это вторая бараха давайте посмотрим какова третья бараха из молитвы шума нас